Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTofGames и пришло время поговорить о третьем патче The Isle of Rima. В декабре разработчики порадовали многих вторым патчем в игре, а именно привнесли в игру сразу трех игровых динозавров, корнотавра, стегозавра и гипсилофодона. Также добавили интересную систему бледа и сделали в главном меню игры систему спавна на карте Isle Espera. Многие игроки даже не ожидали, что что-то новое нам так быстро внесут в игру. Ну как быстро? Ожидание пару-тройку месяцев, возможно еще помешал ковид в лице Донде. Долгие там разбирательства, деньги и прочее, короче сейчас не об этом. Многие набегавшиеся и наигравшиеся новыми Дина во втором патче очень обрадовались, что и в Рима сдвинулось с мертвой точки. Но так же быстро, как привнесли в игру новый патч новых Дина, новые механики игры, интерес угас. Висящие куски мяса в воздухе, парящие боты, вода над землей, все это осталось с новым патчем. Ну конечно через неделю выпустили фикс, который это должен был все исправить, но баги так и остались на 50% в игре. А еще разработчики влезли в Легаси. И непонятно зачем они изменили ночь в игре. Теперь хоть глаз там выколи, ничего не увидишь. Порезали некоторым Дина хитбоксы вроде, с отражением света от солнца на объектах вообще беда. Может хотели сделать как лучше, получилось наоборот. Есть вариант, что разрабы в кавычках так быстро занесли второй патч, нам, потому что стал падать интерес к игре. Так как были гиперы в игре, которых в игру занесли китайцы, сломав код игры, и черт пойми, что стал твориться в игре. В общем давайте перейдем к самому главному, наверное. В дискорде разработчиков на новогодних каникулах появилось вот это. И плюс до конца декабря в интернете появилась информация, что в январе, а именно в конце января, начало февраля нам выпустят третий патч Эвримы. Что нам ждать, спросите вы? Давайте рассмотрим. С выходом третьего игрового патча в игре появятся стаи рыб в озерах и реках. Рыбная ловля. И конечно же два игровых динозавра, которых должны были внести по-моему в пятом или шестом патче, это Дейнозух и Птернадо. Эти два динозавра, конечно же, будут полностью игровыми. В самом начале выхода Эвримы они были на серверах, но с ними была связана куча проблем. Баги и несоуразная механика движения и прочего. Их вроде как могли выдавать админы сервера, но повторюсь, из-за кучи проблем разрабы их быстро убрали из игры. Первое. Стаи рыб. Они уже готовы, но осталось их только протестить. Насколько нам известно, что в игре будут две разновидности рыб. Стаи рыб. Это рыбы, которые будут плавать небольшими косяками и которые будут пугать малейшее движение вашего динозавра. У водных и полуводных динозавров будет больше шансов поймать их. Питаться ими будут молодые особи ростом от 0 до 50%, а также маленькие хищники. У остальных же динозавра будет небольшой шанс напасть на косяк рыб и их поймать хотя бы одну. Чем больше животное приспособлено для рыбалки, тем выше шанс будет поймать рыбу. Элитная рыба. Это большая рыба, не формирующая косяки. У мелких динозавров шансов вообще будет никаких. Взрослые особи ростом от 50% до 100% смогут полакомиться крупным животным, поймать в реке или озере большую форель, проглотить и насытиться ей. Птеранодон. Находится в стадии выпуска и также ждет тестирование. Озвучивание готово на 100%, механика на 91%, анимация на 88%. Диета этой птицы будет состоять из рыбы и туши убитых динозавров. Возможно, по мере роста мы сможем брать в клюв и переносить на расстояние тушки мертвых хэтчей, либо джувов. Так что я думаю, что в скором времени начнутся не только воздушные бои между пачками птеранодонов, а также появится большая угроза маленьким динозаврам. Захотите выйти на лужайку на мелком хэтче, либо джуве? Внимательно посмотри на небо. Не собралась ли там стая птеранодонов? Да и назух. С этим опасным монстром пока немного хуже. Анимации готовы на 41%, механика на 55%, а озвучка на 100%. Как бы нам его не выкинули в игру опять с багами. И кучей кривой анимации физики. Хотя по анимации атаки можно судить, ситуация не столь плачевна. Дина кажется живым, чувствуется его вес и как он плюхается о землю после того, как закусил пару танантозавров, которые пришли на водопой. Надеюсь, что скорость дайнозуха не будет преувеличена в разы, как это было у всех динозавров во время. На самом деле, этот монстр будет иметь большой вес, хороший запас здоровья и сильный укус. Возможно, информацию по третьему патчу я изложил коротко, но то, что нас скоро ожидает выход третьего патча, не секрет. Более подробную информацию о Эвриме вы можете посмотреть в плейлисте. Новости по ЗАЛ, можете также посмотреть там множество видео по дорожной карте. Все ссылочки я оставлю в описании. Повторюсь, что разработка идет уже не 7-миллиметровыми шагами в день. Ну а чтобы она пошла еще быстрее, как говорится, надо принести в жертву Донде. Если тебе понравилось данное видео, ставь пальчик вверх, подписывайся на канал. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok